И всем здравствуйте, дамы и господа, салют, Оскар на связи. И вы смотрите самый народный рейтинг от худшего к лучшему, который, слушайте внимательно, был создан, опираясь исключительно на серверную статистику. Так что в какой-то степени он объективный. Конечно, с некоторыми позициями вы можете не согласиться. Так что свои мнения смело пишите в комментариях. Главное, чтобы ваше мнение было без ненормативной лексики, потому что ютуб такие комменты не пропускает. И предложение состояло не меньше, чем из пяти слов. И рейтинг на этот раз будет о тяжелых танках 10 уровня, на которых многие из вас так любят давить, танковать, дамажить, ну или стоять в кустах. И так как тяжи 10 уровня в игре немеренно, в этом видео мы разберем исключительно прокачиваемые танки. Так что никаких чифтейнов, 279, 113 не будет. Только прокачиваемые. В противном случае видео может растянуться на целый час. Ну как бы там ни было, видос будет интересным. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофеек. Конечно же царского лося прожать не забудьте. Мы начинаем. Ну а сейчас позвольте рассказать вам про не менее эпичную и не менее легендарную игру World of Warships. Здесь нет надоедливой арты, пышных кустов и критического урона без урона. Но есть точно красивейшие морские пейзажи, динамичное сражение и полное погружение в военно-морскую атмосферу. У большинства игр очень высокий порог вхождения. А в World of Warships для того, чтобы начать стопить вражеские корабли, понадобится всего лишь пару каток. Освоится очень легко. За короткий промежуток времени из неопытного юнги, ты спрогрессируешь до настоящего подводника. Даже галюн драить не придется. Для того, чтобы побеждать, не нужно потеть и обладать невероятной реакцией. Пара-тройка каток вечерочком и заряд позитивными эмоциями гарантирован. От World of Warships не горит, держу в курсе. Так как разработчики заботятся об игроках. И кстати частенько проводят крутые ивенты. Переходи по ссылке в описании и наконец-то получай удовольствие от игры. А также забирай большой набор подарков, среди которых два шикарных корабля. World of Warships это блестящая графика, великолепное музыкальное сопровождение, а также возможность почувствовать себя командиром огромного линкора или эсминца. Разнообразие морской техники по-настоящему впечатляет. И запомните, корабли не плавают, корабли ходят. Плавает только то, что осталось от врагов после вашего обстрела. Поговаривают того, кто балансил этот танк, выгнали с позором. Ну потому что так коряво забалансить советскую технику, это просто преступление. А потому что, как известно, советская техника должна имбовать. И про СТ-2, который находится на последнем месте. Сказать такой язык не повернется. Один из самых непопулярных тяжей на 10 уровне. Это именно та десятка, которую 9 уровень превосходит в разы. И после покупки СТ-2, скатав на нем пару десятков боев, ты сам себе задаешь вопрос, а какого кислого я его вообще покупал? Ну вот судите сами, то, что танк медленный, придираться не будем. Это все-таки тяж. Но вот скорость вращения башни 16,5 градусов в секунду, это на 1 градус больше, чем у Мауса. Извините, уже перебор. Многие думают, что корпус такой же прочный, как и у СА-4. Но нет. Корпус точно такой же, как и у СТ-1. То есть от 9 уровня. Так что ИС-4 танкует гораздо лучше. Тогда, может быть, огневая мощь на уровне все-таки двумя дубинами вооружен как-никак. И даже здесь ничего особенного. ДПМ посредственный. Средний урон за выстрел 440 единиц. Да, если шмальнете дуплетом, в среднем получите 880. Но мне ли вам об этом рассказывать, что наша игра честная в кавычках? Потому что один снаряд пробьет, а второй нет. И бронепробитие голдовым кумулятивом 310 мм. Господи. В общем, по огневой мощи ничего особенного. Ну что, не говори, стабилизации нужно отдать должное. Она очень даже неплохая. Но один этот параметр ничего не меняет. СТ-2 на данный момент самый непопулярный тяж 10 уровня. И когда его апнут, и апнут ли вообще, неизвестно. Так что, если вы сейчас прокачиваете ветку двустволки, знаете, на 10 уровне ничего хорошего вас не ожидает. Идем дальше. Следующий, ой-ёй-ёй, боль моя дырка с задницы. Танк, который поначалу всех валили. Мол, посмотрите, нагибает. Танкует, дамажит, ну годнота ведь всем качать. А потом, через какое-то время, резко про него все забыли. И речь идет о Panzerkaupwagen 7. Ну, или как принято его называть, Тапколев. И, кстати, да, на момент своего появления в рандоме, если что, это был 2017 год, Тапколев был очень даже ничего. Средний урон за выстрел, как у Як-Тигра, 560 единиц. Вменяемая точность. Хороший запас очков прочности, в конце концов. Вы не поверите, но он даже танковал. Потому что еще толком никто не знал, куда его пробивать. Но потом, спустя каких-то пару месяцев, триумф Тапколева прошел. Потому что до игроков дошло, что броня там условная. И более или менее танк танкует только восьмые уровни. Ну, а девятки и десятки ставят этот танк в позу покорности. Нижняя лобовая деталь шьется. Пытаешься танковать бортом, начинают шить под башню. Окей, все, вообще спрятал корпус. Так его в маску орудия голдой пробивают каждым выстрелом. И вот эта вот дырявая маска является самым большим недостатком Тапколева. И кстати, у ГКшного аналога ВК7201 такой проблемы нет. Игроки долгое время просили разработчиков зашить маску. Но кого волнуют проблемы китов? Не видишь что ли новый прем в продаже? Налетай торопись. И по сей день Panzer Kampwagen 7 остается дырявым. Как бы это пошло не звучало. Возможно, через пару лет отдел баланса обратит внимание на Тапколева. Ну а пока это один из самых непопулярных тяжей на 10 уровне. Так что пройдем дальше, потому что от этого дрыгания камеры меня уже мутит. Следующий, о, не так давно вышедший в релиз кусок. Ну, кусок, сами понимаете чего. Рино Черонте. Ну, или танк с вечной перезарядкой. В общем, это именно тот случай, когда отдел баланса так боялся выпустить имбу. Так ручки тряслись за баланс на 10 уровне. Которого, к слову, на 10 уровне нет. Что вместо просто хорошего танка выпустили в релиз страдальца. Да, конечно, найдутся защитники, которые начнут утверждать, что Рино Черонте хороший танк. Но вот есть один аргумент. Это серверная статистика. Которая показывает уж очень неудовлетворительные результаты. Ну вот, пожалуйста, механизм до зарядки. Это ведь круто. Средний танк этой же нации все доказал. Три снаряда в магазине нормально. Так еще и урон за выстрел 490 единиц. Даже точность вменяемая. Что же с итальянцем не так? Почему целевая аудитория в него не смогла? А все просто, кто-то чуть-чуть перемудрил с циферками. С циферками перезарядки, естественно. Вы просто вдумайтесь. С боевым братством, вентилятором и доппайком. Первый снаряд в барабане заряжается за 18 секунд. Это чуть-чуть быстрее, чем полная перезарядка барабана кранвагна. Окей, второй снаряд перезаряжается за 15 секунд. И третий за 14. И в итоге полная перезарядка барабана 47 секунд. И вот именно долгая перезарядка затмевает абсолютно все плюсы Рино Черонте. Его просто трудно реализовать в нынешних реалиях рандома. Может, если бы он вышел года 3-4 назад, то все было бы по-другому. Но в настоящее время из-за турбо-боев ты просто не успеваешь на нем настреливать. Не зашел новый итальянец игрокам. И не удивлюсь, если через каких-нибудь 4 года его апнут. Дальше пройдемте. Следующий, а вот здесь попрошу поаккуратнее, господа. Бывшая имба. Танк, который на протяжении долгого времени ставил на колени весь десятый уровень. Ему было абсолютно наплевать, где играть, против кого, когда и в каком состоянии. Да, это Type 5 Heavy. Ну или просто алкаш. И такое название он получил неспроста. Дело в том, что в 2017 году в патче 0.9.17.1 Type 5 Heavy обзавелся 15-сантиметровым бревнометом, который вел огонь исключительно на фугасиках. Не нужно было ничего выцеливать, просто навелся на силуэт, выстрелил и гарантированно нанес урон. Тяжелые танки в основном получали по 500 единиц урона за выстрел, ну а картонные и вовсе отхватывали на 1400. И как вы уже догадались, после этого целевая аудитория очень полюбила Type 5 Heavy. Геймплей был невероятно простой. Берешь на вечер литров так 5 пенного, напиваешься до поросячьего визга и получаешь удовольствие от игры. Десятый уровень был просто заполонен алкашами. В прямом и переносном смысле. Маусы горели, башаты лопались. Исы седьмые прятали башни в землю. И продолжалось это безумие до 2019 года. В патче 1.5 фугасное орудие понерфили капитально. Ох, и какой же тогда Холивар начался на форуме. Полчища алкашей и просто владельцы Type 5 Heavy грозились Wargaming стереть в порошок. Судебными исками ни копеечки больше не задонатить. Ну как же так, любимый Тунг забрали. Но больше всего было обидно тем игрокам, которые только-только этот танк вкачали. А раньше, если кто не помнит, техника прокачивалась гораздо дольше. И после нерфа Type 5 Heavy быстро потерял свою актуальность. У огромного количества игроков он просто пылится в ангаре. Но как бы там ни было, полноценным кактусом его назвать нельзя. Даже сейчас на нем вполне возможно рвать кабины. Не так легко и эффективно, как раньше, но все же. Вся концепция игры на этом танке по лицу дал, по лицу принял. То есть игра от размена очков прочности. Потому что что ни говори, средний урон за выстрел у танка не детский. 600 единиц. Но вот проблемка, приходится выцеливать. Плюс ко всему, танк еще и медленный, что усугубляет ситуацию. В общем, Type 5 Heavy уже давно не тот монстр, каким был раньше. Это, собственно, и подтверждает серверная статистика. Фугасницу понерфили и у целевой аудитории интерес к алкашу потух. Земля ему стекло моем, как говорится. Идем дальше. Следующий аппарат, мягко скажем, уникальный. Ну, по крайней мере, так его преподнесли разработчики. Это французский тяж AMX M4 MLE 54. И уникальность заключается в том, что это французский тяж с броней. А как известно, французы броней похвастаться не могут. И еще, помимо брони, два орудия на выбор. Одно 120-миллиметровое с альфой 400 единиц. Второе 130-миллиметровое с альфой в 560. То есть, хочешь играет ДПМа, хочешь играет альфы. И знаете, вот с одной стороны, танк неплохой. Нормальное орудие, хорошая подвижность. Броня, да, не идеальная, но все-таки есть. Ну тогда, почему он хотя бы не в середине списка? А все элементарно просто. Дело в том, что после выхода этого танка в релиз, опытные игроки прозвали француза супер конем на минималках. Ну то есть, стиль игры похож на британца, но почти по всем параметрам француз ему уступает. ДПМ меньше, орудие склоняется хуже. Броня и рядом не стояла. И вот спрашивается, а зачем тогда такой танк нужен? Естественно, целевая аудитория уникального француза не оценила. Но это еще не все. Есть еще один аргумент, который располагается на девятом уровне. Это АМХ М4 МЛЕ-51. И вот как раз таки девятый уровень очень даже годный. Потому что по характеристикам он практически идентичен десятому. Корпус по броне один в один. Максимальная скорость одинаковая. Тоже два орудия на выбор. Разница по ТТХ абсолютно незначительная. И девятый уровень по балансу, что ни говори, гораздо комфортнее десятки. И вот спрашивается, если не видно разницы, зачем платить больше? И игроки по естественным причинам отдают предпочтение британскому аналогу. Даже 130-миллиметровая дубина не выручила. И такую низкую позицию француз получает исключительно из-за своей серости. И если вы вдруг решили прокачивать ветку бронированных французских ТТ, останавливайтесь на девятке. Десятка вас ничем не удивит. Идем дальше. И следующий немецкий мастодонт. Маус. Танк, который долгое время был страдальцем. И короткое время имбой. Да, если кто не помнит, Мауса пару лет назад нерфили. Но вся история этого танка в игре начинается еще с 2010 года. Вы просто представьте, Маус тогда еще воевал с пятыми уровнями. И даже пятые уровни умудрялись его пробивать. Но больше всего немец терпел от артиллерии. И нет, он не просто терпел. Он страдал. Одноклассники каждым выстрелом пробивали в щеки. Раньше, давным-давно, они были по 220 миллиметров. Любое попадание в МТО сразу подпал. До ужаса медленный, неповоротливый. Крутили, вертели его, как хотели. Ну а если какой-нибудь средний танк прижимался к его борту, то Маусу оставалось просто терпеть и ждать отправки в ангар. До такой степени он был беспомощным. Да, было время. Возмущение немцефилов всегда было актуальным. И разработчики потихонечку, постепенно Мауса аппали. То на 2 миллисекунды сократят перезарядку. То увеличат боекомплект до 68 снарядов. То грузоподъемность шасси увеличат на 1 тонну. То тип двигателя изменят с дизельного на бензиновый. Короче, разработчики троллили немцефилов, как только могли. Но вдруг, откуда ни возьмись, в 2017 году, в отдел баланса забрел один бородач с ютуба. И в патче 0.9.17.1 Мауса не то чтобы аппнули. Ему просто всандалили клизму со стероидами. Улучшили точность и стабилизацию орудия. На 3 секунды сократили перезарядку. Увеличили толщину брони башни и корпуса. И вдобавок еще навешали 200 единиц очков прочности. И тогда Маус начал мстить. Мстить за все годы унижения. ДПМ до такой степени был лютый, что он в одиночку мог отправить в ангар двух тяжей одноклассников. Радости немцефилов не было предела. Но вот любители других наций в неприличной форме начали высказывать свои возмущения. Мол, разработчики, а что за дела? Почему немцы гнут? Дедыш воевали. И спустя полгода Мауса все-таки понерфили. Забрали 200 единиц очков прочности и опять увеличили перезарядку. И знаете, старичок Маус до сих пор держится молодцом. Нормально танкует, нормально дамажит. Единственное, что не дает ему быть в списке повыше, так это подвижность. Медленный он и в турбобоях частенько ничего не успевает сделать. Если в дальнейшем разработчики что-нибудь сделают с турбобоями, Мауса смело можно будет ставить в пятерку лидеров. Ну а пока, как есть. Идем дальше. Следующий, советская мощь просто с непробиваемой башкой. Объект 705А. Это тот танк, который если спрячет корпус, становится просто занозой в пятой точке. Потому что никаких лючков на башне нет. Выкурить его с укрытия нереально сложно. И на этом плюсы танка заканчиваются. Далее идет просто букет минусов. Во-первых, это его корпус. Казалось бы, 100-мм борта. Танковать одно удовольствие. Но достаточно чуть-чуть перекрутить ромб. И все, танк шьется. Верхняя лобовая деталь. Голдой пробивается на раз-два. Хотя, когда вы играете против этого танка, ВЛД просто хрен пробьешь. Так что минус в квадрате. И просто отвратительное орудие. Вот реально такое чувство, что снаряд в центр круга сведения не летит никогда. Выцелить кому-нибудь лючок, это то еще испытание. Бронепробитие на ББшках 256 миллиметров. Еще терпимо. Но вот на голдовых кумулях 317 миллиметров. Казалось бы, немало, но их не хватает. Часто вы будете слышать, броня не пробита. Углы вертикальной наводки минус 5 градусов. От холмов играть невозможно. И это злосчастная альфа 650 единиц. То ли лыжи не едут, то ли я такой везучий. Постоянно вылетает 580. Хоть я и люблю тяжи, но лично мне танк очень не нравится. Некомфортный он. Но серверная статистика говорит об обратном. Целевая аудитория играет на 705 и играет достаточно много. Да и процент побед пару кластеру не скажет, что низкий. Так что объект 705А занимает заслуженное место. Идем дальше. Следующий, извиняйте, никакого пафоса, танк легенда. Одна из самых крепких башен на диком Вествилде. Одна из самых легких десяток по взятию трех отметок. Да ладно, не будем скромничать. Самый массовый тяж в игре. Он есть практически у всех. Да, это ИС-7. Одна из самых древних десяток. И вот знаете, за все свое время существования в игре, ИС-7, наверное, меньше всего подвергался каким-то изменениям. Последний раз разработчики делали правки в 2017 году. Да ладно, что там говорить, его даже нерфили. В 2013 году разработчики посчитали, что бронепробитие основным снарядом в 260 мм, да-да, раньше был такой бронепробой, если что, уж чересчур имбово для деда. И в итоге бронепробой срезали до 250 мм, с которым ИС-7 по сей день утюжит рандом. Ну, как сказать утюжит, скорее терпит. Потому что играбелен он только на голде. Бронепробой которой также не камильфо, 303 мм. Но самое большое достоинство деда, то, что он прощает. Прощает многое, почти любые грехи. Даже игру на арте вам простит. То он не пробивается в НЛД, то он не пробивается в борта. И я уверен, многие задавались вопросом, как я его не пробил. А все просто, потому что это дед. А дед, как известно, воевал. Ну, а если серьезно, даже несмотря на то, что разработчики уже как 4 года не делали никаких правок по ИС-7, данный советский тяж до сих пор в умелых руках может доставить массу хлопот. Хорошая подвижность и нереально крепкая башня актуальны как никогда. Но все же, если быть объективным, по сравнению с более новыми тяжами одноклассниками, ИС-7 устарел морально и технически. Есть тяжи побыстрее, по бронированию. И с куда более впечатляющей огневой мощью. Вернуть ИС-7 старый бронепробой в 260 мм. И чуть-чуть сократить перезарядку. На мой взгляд, было бы самым разумным решением. Но, как вы понимаете, разработчики смотрят на все немножко под другим градусом. И я не удивлюсь, если в скором будущем ИС-7 апнут дальность радиосвязи. Ой, и смешно, и грустно одновременно. Идем дальше. А вот с этого танка начинаются уже серьезные аппараты. Они эффективны и актуальны. И выстроить их в правильном порядке было не самым простым решением. Е-100. Да, после последнего апа, мало кто скажет, что данный тяж терпило. Было, конечно, времечко, когда над ним насмехались. При пробитии в НЛД всегда горел. Щеки башни поглощали даже стандартные снаряды. На основных ББшках 236 мм бронепробоя, господи. Но это все в прошлом. После патча 1.10 Е-100 заиграл новыми красками. И за короткий промежуток времени шкала эффективности выросла чуть ли не в два раза. Хотя, казалось бы, усилили только бронирование башни, сократили время сведения 150 мм. И неплохо так переработали 128 мм орудие, которое сразу понравилось многим игрокам. Так что, если любишь играть от ДПМа, пожалуйста, предпочитаешь играть от Альфы, милости просим. Правда, есть нюанс. Голдозависимость никуда не делась. И умение правильно доворачивать корпус по-прежнему обязательно. Так что, если ты ярый противник игры на голде, ну, на голде ведь каждый может, если сейвить ХП для тебя единственная цель в бою, если слова до ворот башни для тебя что-то дикое, и любимая твоя позиция на карте это пышный куст, знай, дружочек, Е100 не для тебя. Немец не терпит деликатных отношений. Ну, а не подумайте, что все так просто. Е100 по-прежнему медленный и сарайный. Порой даже опытному игроку отыграть на нем непросто. Своих подводных камней у танка достаточно. И лишь поэтому Е100-ты находятся только в середине рейтинга. Более актуальная машина еще впереди. Идем дальше. Следующий, елы-палы, опять дед, ИС-4. Тот, который год назад восстал из пепла. Если бы еще годика так два назад, меня бы спросили, как ИС-4 чувствует себя в рандоме, я бы без всяких колебаний ответил, что невероятно печально. Да, на тот момент это был один из самых худших тяжей на 10 уровне. Ну, а сейчас дедуля 4 чувствует себя бодрячком. Последний апп, который состоялся в патче 1.10, можно сравнить с порцией самогона, после которой дед пустился в пляс. Ну, во-первых, усилили бронирование корпуса и башни. Если раньше ИС-4 практически каждая десятка пробивала в ЛД, то сейчас все, лафа кончилась. Ладно, в ЛД, крыша башни. Это было просто ахиллесово пята. Все, кому не лень туда пробивали. Но это все в прошлом. Сейчас совет, играющий от башни, невероятно грозный противник. В общем, броню ИС-4 довели до толка. Но знаете, что печально? На это понадобилось почти 10 лет. Многие за это время даже игру успели забросить. Ужас, короче. Далее, что касается скоростных параметров, все то же самое. Но если раньше ИС-4 поворачивал, как будто у него выбито двигло, то после аппы вертеться он стал ощутимо. Но вот зато точность топового орудия немного нерфанули. Теперь ИС-4 танк исключительно только ближнего боя. Но он все-таки одну очень важную мелочь разработчики упустили. Ну или же намеренно оставили ее без изменений. Это количество снарядов. Как и в старые добрые 2011-е, боекомплект ИС-4 всего лишь 30 снарядов, которые он может расходовать за полбоя. Потому что перезарядку орудия также чуть-чуть улучшили. Получается, что возможности ИС-4 значительно стали выше, но вот кое-какие мелкие ограничения не дают ему полностью раскрыть весь свой потенциал. Дальше пройдемте. Следующий, скажем, танк не для всех. А если быть точнее, далеко не для всех. Французский барабанщик AMAX 50B. А вы спросите, а почему не для всех-то? А все потому, что французик слишком требователен. Требователен в основном к рукам владельца. Да, он очень-очень скиллозависимый. И игрок с уровнем игры ниже среднего вряд ли с ним справится. Как и подобает большинству французской техники, AMAX 50B хоть и тяж, но невероятно картонный. В башню пробивают абсолютно все, кого вы только сможете встретить на полях уважений. Но вот прикол. Лобовая проекция корпуса, то есть верхняя и нижняя лобовая деталь. Туда танк хрен пробивается. Неоднократно в бою встречались умники, которые по мышечной памяти французу выцеливают НЛД. Да ладно, чего я прикалываюсь, сам таким был. Но вот всю эту нелепую картонную башню компенсирует подвижность и огневая мощь. 50B достаточно быстрый, как для тяжа. И барабан на 4 снаряда неплохо так стукает. Вся проблема заключается только в реализации. Которая, как показывает практика, по зубам далеко не всем. Сыграл слишком агрессивно? В ангар. Приехал на позицию первым, не дождался поддержки союзников и вступил в бой? В ангар. Решил в соло быкануть на фулового одноклассника? В ангар. Нарвался на шот бабахи? Эх, лучше бы отправился в ангар. И вот с одной стороны, посмотришь, вроде бы кактус. Но с другой стороны, море игроков благодаря этому танку сделали себе фиолетовую статистику. Так что танк эффективен, но опять же, не для всех. Ручки нужны. Идем дальше. Следующий танк более злая версия ИС-7. Это Объект 277. В отличие от своего старшего собрата, он лучше по подвижности, гораздо лучше по огневой мощи и немного слабее по броне. В отличие от ИС-7, ошибок он уже прощает гораздо меньше. И вот помню время, как он только появился в релизе, никто не ожидал, что советские тяжи могут быть настолько универсальны. У 277 скорость почти как у СТ. Это позволяло одним из первых занимать ключевые позиции на фланге тяжей. А если сетап менее тяжелый, не грех было скатать на фланг средних танков. И там, и там 277 показывал отличные результаты. Но больше всего поражало это именно огневая мощь, а точнее комфорт. По сравнению с ИС-7 орудие точнее, перезаряжается быстрее. А самое главное бронепробитие. Оно отличное, как на основных снарядах 265 миллиметров, так и на голде 340 миллиметров. Но вот за все это пришлось расплачиваться броней. Нет, не подумайте, танк не картонный. Просто, к сожалению, уже как дедушка седьмой, 277 удар не держит. Башня хоть и крепкая, но более уязвима. И верхняя лобовая деталь пробивается уже гораздо чаще. Но больше всего раздражает, так это стеклянная боеукладка. Только передний каток сбили, сразу бутылки посыпались. А бывает и еще хуже. С первого же пробития слетает башня. На ровном месте минус 2200 хп. Так что порой 277 может накалять седаличное место. Но если закрыть глаза на эти минусы, объект 277 великолепный танк и нормально чувствует себя в рандоме. Об этом говорит не только серверная статистика, а также отзывы многих игроков. Следующий китайский спецназовец Мао Цзэдуна. ВЗ-111-5А. Можно долго спорить, кто лучше. 277-й, либо китаец. По серверной статистике они практически равны. Но от ВЗ-5А я все-таки решил поставить строчкой выше. Шел 2017 год. В игре все спокойненько, ПТшечки стоят в кустах, тяжики терпят от арты, средние танки рвут все живое. И вдруг в июле месяце, как гром среди ясного неба, в релиз выходит ВЗ-5А. И знаете, все так подумали, и что, клон 113-го. А на деле это оказалась полная замена 113-го. Про лимузин быстро все забыли. И никто не мог подумать, что ВЗ-5А будет таким эффективным. Да, броня корпуса у него посредственная. Бронепробитие на основных ББшках слабенькое. Но вот зато перезарядка с альфой 490. Углы вертикальной наводки минус 7 градусов. Что в то время для такой дубины было просто вау. И жгучие кумули с бронепробоем в 340 делали из китайца просто грозу рандома. Да, кто не скупился играть на голде, настреливали на этом танке просто огромные цифры урона. ДПМ свыше 3000. И знаете, разработчики всерьез задумывались китайца понерфить. Потому что в боях их становилось все больше и больше. Но как в игре, так и в реальной жизни время нерфит все. В игру добавлялись все более актуальные машины. И китаец потихонечку терял лидерские позиции. Да, по сравнению с более новой техникой ВЗ-5А уже не кажется таким грозным. Ну и сказать, что он не актуален, вы уж извините, язык не повернется. Даже спустя 4 года китаец отлично чувствует себя в рандоме. И ближайшие пару лет точно будет актуальным. Следующий, но чисто историчный танк. Особенно историчные его орудия и передние катки. Ходят слухи, что опять же по историчным документам варгейминга, как только германские войска узнали, что Джегош Бжишин Щекевич на отбертке с подселедки нарисовал макет этого танка, сразу же капитулировали. Ну а если серьезно, еще до нерфа, кхм, ребаланса фугасов, польский тяжелый танк 60ТП смело мог войти в пятерку лидеров. Уж так он понравился целевой аудитории. Ну а что вы хотели? 2600 единиц очков прочности, крепкая башня, углы вертикальной наводки минус 8 градусов, здоровенная 152-мм дубина со средним уроном за выстрел 750 единиц. Но не только за эти качества поляк нравился целевой аудитории. Возможность пулярить фугасиками в любую проекцию. И гарантированно наносить по 300-500 единиц урона. Да, многих это раздражало. Выезжает из-за холма этот здоровенный жбан, не выцеливая шмаляет фугасиком и спокойненько откатывается. Но многим это и нравилось, так как скиллозависимость просто нулевая. За бой можно было без напряга настреливать по 2500-3000 урона, при этом не тратясь на противную голду. Но это времечко прошло, фугасиками так эффективно уже не пошмаляешь. Но сама эффективность танка никуда не делась. 60ТП по-прежнему отличный дамагер. Его минусы в основном это голдозависимость и чересчур высокая критуемость. То боеукладка, то мехвод, то заряжающий напрягает. Так что 60ТП заслуженно занимает свое место. И вот мы плавненько подошли к пятерке лидеров. На пятом месте бывший кактус, одновременно бывшая имба, на данный момент просто хорошо сбалансированный тяж Т110Е5. С кем-с кем, но с Е5 случилось много приключений. В игре появился в 2012 году, заменив еще тяж на то время Т30. И сразу так зарекомендовал себя отличным универсалом. Его полюбили как скиловички, так и обычные игроки. Топовых тяжей на тот момент было немного, и Е5 так неслабо выделялся. Кто не помнит, у американца первоначально бронепробитие на основных снарядах было 269 мм, а на голдовых кумулях 381 мм. Правда, потом это все исправили, так же как и быструю перезарядку. И даже несмотря на это, все у него было в меру. Но вот здоровенная картонная комбашенка была просто как язва на небе. Пробивали туда все, кому не лень. А после выхода в релиз британского Super Conqueror, Е5 постепенно начал терять актуальность. И разработчики так подумали, негоже бежать западную аудиторию. Командирскую башенку зашили. Нет, не просто зашили, ее сделали непробиваемой. И вот казалось бы, такое незначительное изменение. Но после этого изменения, Е5 стал имбой. Где? У кого там броня? У Мауса? У Е100? Я вас умоляю. Е5 стал самым бронированным тяжем. Если он прятал корпус, пробить его было практически невозможно. Все ЛБЗ на танкование выполнялись на нем на раз-два. И целевая аудитория начала возмущаться, мол, удовольствие от игры не можем получить из-за этого Америкоса. В итоге, в патче 0.9.17.1 Командирскую башенку опять сделали картонной. Понерфили броню за катками. И помимо щелбанов в комбашенку, Е5-му чуть ли не каждым выстрелом в передний каток взрывали боеукладку. В общем, когда-то грозный и всеми любимый Т110Е5 стал никому не нужен. Но в 2020 году в патче 1.10 Е5-го грамотно апнули. И теперь он просто хороший, сбалансированный танк. Не тайм-ба, конечно, что было раньше, но играть на нем как минимум комфортно. Далее идет он. Супер Конкуэрр. Тяж, который, собственно, и положил начало гонки вооружений. Да, с него все началось. Как только он появился на супертесте, практически все игроки задались вопросом, а не перебор ли? 3.5 тысячи единиц ДПМ для тяжа, алло, крепкая башня вкупе с углами вертикальной наводки орудия в минус 10 градусов. И хорошее бронепробитие, что на основных, что голдовых снарядах. Неужто разработчики дразнят нас имбой? Мало кто верил, что Супер Конь выйдет таким на основу. Но он вышел. И офигели все. Рандом был просто заполонен этими танками. Вражевская броня хрустела, как ветки под ногами. Это сейчас знают, что он голдой пробивается в маску. А поначалу-то все выцеливали командирский лючок. Командирский лючок рандомный до ужаса. Он то пробивается, то не пробивается. И единственное место, где британец давал слабину, так это только на ровной поверхности, где нельзя было спрятать корпус. В картонные борта Супер Конь нахватывает мое почтение. Поэтому игроки в основном играли от позиционки. И вот реально все думали, понерфит. Ну понерфит же. И в итоге, никто его не трогал. И вот даже сейчас, когда все его уязвимые точки нащупали, когда средний урон за выстрел в 400 единиц считается, ну, таким себе. Когда максимальная скорость в 34 км в час иногда подводит, Супер Конкуэрер по-прежнему держит планку. Средний урон в минуту 3500 актуален по сей день. Но вот статус имбы все-таки потерял. Теперь он просто хороший танк. Идем дальше. Следующий, наверное, самый в кавычках честный танк в игре. Обладатель самого злющего барабана. И просто непредсказуемой брони. Да-да, это американский Т57 Хэви. И наверняка многие сейчас из вас подумали, эй, стоп, почему Хэвик на таком высоком месте? Он в игре уже почти 10 лет, и его никто не апал. Автор СКА, канал удали. Воу-воу-воу, ну че ты нападаешь сразу? Просто вспомни, сколько раз подряд ты не мог пробить его в башню. Было дело, да? Да, я знаю, брони там мало. Но его туда порой як ПЗ-100 голдой пробить не может. А все, потому что это самый честный танк. А теперь вспомни, сколько раз, играя на восьмом уровне, ты отлетал от его барабана. 1600 единиц урона за 6 секунд. Сколько раз, играя на девятке, выезжая из-за угла, ты встречал его. Пару секунд позора, и ты уже шотный. И пока ты ему успеешь отвесить два выстрела, он уже заново перезарядится и поставит тебя в позу покорности. Потому что перезарядка барабана очень быстрая. В общем, что ни говорить, Т57 Хэви нереально грозный противник. Я ни в коем разе не хочу сказать, что на нем любой игрок отыграет эффективно. Барабанная техника зависима от рук, от команды и от карт. Но если вы хотя бы немного понимаете эту игру, карт-бланш на аннигиляцию вам обеспечен. Конечно, вы можете подумать, что это все субъективщина и можете быть со мной не согласны. Но общая статистика это аксиома. И спорить здесь бессмысленно. Т57 Хэви уже почти 10 лет является одним из самых сильных прокачиваемых тяжей 10 уровня. А что он вытворял, когда только появился в релизе? Хм-хм. Это я вам расскажу уже в будущем обзоре. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить ахуфигительные истории, да. Следующее самое большое разочарование 2016 года. Именно тогда вышел в релиз шведский тяжелый танк Кранвагн. Хотя нет, неправильное произношение. Кранваген. Оу, так вот нормально. Ну а теперь почему же разочарование? Прекрасно помню тот момент, когда первый раз покатал его на общем тесте. Господа, это было просто песня. Подвижность, как у 50Б. Верхняя лобовая деталь танковала не хуже ИС-7. Потрясающая точность орудия. Великолепная перезарядка барабана. И конечно же непробиваемая башня с углами вертикальной наводки орудия минус 12 градусов. Просто не танк, а мечта. Ну а в итоге, что вышло в релиз, вы сами прекрасно помните. Какой же это был кактус, господи. Единственным, чем этот танк привлекал, так это по-прежнему непробиваемая башня и углами вертикальной наводки орудия. Все остальное порезали в хлам. И после каждого боя на Крэнвегне, во рту чувствовался привкус сюрстреминга. И только спустя 3 года, в патче 1.5, до разработчиков дошло, что все-таки они немножко переборщили с балансными правками. И шведа апнули капитально. Ну во-первых, вместо 4 снарядов в барабане сделали 3. Но разовый урон увеличили до 440. Перезарядку барабана сократили почти на 9 секунд. Скорострельность внутри магазина увеличили на 9%. Повысили скорость вращения башни. 110 лошадиных сил накинули. Понимаете, такое чувство, что балансом этого танка занимались люди, которые реально играют в эту игру. Потому что, как мне известно, отдел баланса предпочитает доту. И в итоге Крэнвеген на данный момент просто великолепен. Мало того, что он отлично держит удар башней, так и еще дамажит бут здоров. И еще месяца бы 2 назад он гарантированно бы был на первом месте. Но кое-кто его подвинул. Встречайте, чехословацкий чешский тяжелый танк Чехии. Новичок, который на момент выхода этого видео просто кошмарит 10 уровень. Два орудия на выбор. Первое цикличное, второе барабанное. Цикличку сразу отбрасываем, весь сок в барабанном орудии. Два снаряда. Средний урон за выстрел 490 единиц. Базовая перезарядка барабана 21 секунда. Две секунды и противник впитывает почти 1000 урона. ВЗ-55 не является идеальным тяжем. Он идеальный дамагер. Даже далеко не самые скилловые игроки способны на нем настреливать по 3000 урона. Самое главное с комфортом. Мало того, углы вертикальной наводки орудия минус 8 градусов. Вменяемая стабилизация, так и еще броня присутствует. Да, в любую проекцию чех с кулака не пробивается. Казалось бы, разработчики уже отошли от принципа. В релиз выпускать имбу, подождать пока ее многие вкачают. И потом через какое-то время ее нерфить. Но глядя на эффективность ВЗ-55, понимаешь, что таким танк скорее всего не оставят. Я ни в коем разе не хочу накаркать. Но кажется, скорее всего нерв чеха не за горами. Хотя с другой стороны, супер конь вышел имбой, не понерфили. Китайский ВЗ-111-5А напильник тоже обошел стороной. Но вспоминаешь про джету 65, объект 430У. Тоже имбовали, но напильничек все-таки обработал. Так что пока вазик актуален, успеете на нем наиграться. Кто знает, что там в голове у отдела баланса. Катку в доту не затащат, а нам потом пострадывай. И на этом все. Видео получилось очень долгим, но надеюсь, вам было интересно. Так что царский лайк за труды я точно заслужил. Если хотите рейтинг по акционным танкам, за глобалку или ЛБЗ, например. Пишите об этом в комментариях. Если желающих будет много, запилим. Ну и чтобы далее оставаться на связи, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И прожимайте колокольчик, выбрав все уведомления. Уверяю тебя, это бесплатно. С вами был Оскар. Всех благодарю за внимание. Удачи! Фух, что-то я устал. Ща бы холодненького бутылочку. Надо Юр Санучу позвонить. Точно.